Добрый вечер! Спасибо за эту поддержку. Меня зовут Любовь Чернышева. Я аспирантка Европейского университета в Санкт-Петербурге, занимаюсь социологией города, исследую различные проявления совместной жизни людей в городе и также участвую в нескольких прикладных проектах, связанных с трансформацией городской среды. Сегодня та экология, о которой я буду рассказывать, она совсем не похожа на экологию, о которой говорил Илья. Ну, может быть, тема интереснее. Я бы хотела поделиться с вами тем, как возникла эта дисциплина социология города, зачем социологам понадобилось понятие экологии для исследования города и как все это связано с современными исследованиями городской природы. Но для начала городская экология. Лично у меня с этим словом ассоциируется какая-то вот такая картинка неизвестного художника, который участвует в конкурсе «Городская экология глазами детей». На этих рисунках почему-то всегда что-то большое, зеленое и доброе спасает наши отвратительные и грязные города. И в общем и целом кажется, что «Городская экология» — это про то, как мы можем минимизировать негативные воздействия города на здоровье человека или на какую-то окружающую среду. Но то, о чем я буду говорить сегодня, — немножко другая экология, потому как, когда это понятие появилось в социальных науках, оно не имело никакого отношения к природе, наполнялось совсем другим значением. Все началось в 1915 году в Чикаго. Тогда этот город переживал очень серьезные потрясения. Ну, как минимум, его население за 50 лет увеличилось более чем в 50 раз, что было совершенно беспрецедентной историей в конце 19 века. Население это увеличилось за счет того, что в город стали приезжать мигранты как из сельского окружения этого города, так и огромное количество мигрантов из разных европейских стран. Соответственно, привезя с собой свою культуру, эти люди как-то обосновывались в этом городе, компактно проживали в разных его частях, и все это рождало огромное количество различных конфликтов — этнических конфликтов, расовых, классовых конфликтов. По улицам разгуливали гангстеры. В общем, все было довольно грустно. И, конечно же, это безумно заинтересовало социологов, которые работали в Чикагском университете в то время, особенно вот эту троицу — Уильта, Бёрджиса и Парка. Они подумали, а почему бы нам не развивать социологическое знание, не просто сидя в наших кабинетах и читая книжки, а непосредственно рассматривая город. И они предположили, что город может быть в социальной лаборатории. Если они что-то узнали о городе, они узнали об обществе. Итак, что, во-первых, они предложили? Они решили взять популярную в то время метафору организма и приложить ее на город. И действительно, город очень похож на организм. Там почему-то не видно, да? Город как организм, сверху написано. Город, во-первых, растет, это какой-то естественный, как им казалось, рост. Он эволюционирует, развивается. Кроме того, город состоит из различных частей, которые функционально связаны друг с другом и позволяют осуществлять городской метаболизм и городу каким-то образом взаимодействовать со своим окружением. У города есть какой-то мозг, командный пункт, администрация города, который управляет тем, как он будет развиваться. У города есть разные органы, есть места, где происходит торговля, есть места, где люди отдыхают и проводят время. И также, например, у города есть вены или артерии, автодороги, по которым перемещаются люди и товары. В общем, все это очень похоже на организм. И более того, как организм может быть больным или здоровым, так предположили чикагские социологи. В городе они могут наблюдать некоторую норму и патологию. Нормальное поведение людей или патологичное. Себя они вообразили такими докторами, которые, соответственно, должны были предложить некоторую программу лечения некоторых городских болезней, как они говорили. Для исследования они решили обратиться к понятию городской экологии. Вообще, идея их заключалась в том, что нужно строить социологию по аналогии с естественными науками. И они очень удивлялись, почему же экологи не обращают внимания на различные формы совместного проживания людей. Почему бы не расширить это понятие экологии и не начать смотреть на то, как люди живут вместе в городах. И тогда у них получилось следующее. В общем и целом, человек представляет собой некоторое такое растение, цветочек, который в виде семечка пролетает на определенную городскую территорию и начинает там укореняться. В отличие от животных, которые ходят, ищут какие-то ресурсы, каким-то образом перемещаются, человек стремится укорениться и жить рядом с такими, каков он сам. То есть с людьми такой же культуры, такого же социального положения. Соответственно, это обуславливает то, что люди начинают занимать те или иные городские ниши и обустраиваться там. Но поскольку действует принцип социального дарвинизма, то есть выживает сильнейший, и происходит как конкуренция внутри одного вида, так и между видами. Например, из трущобы самые сильные, и смелые люди уезжают в благополучные районы, а там остаются те, кто не справился, не смог, не выжил. Таким образом, получается, что город наполняется различными такими сообществами, которые организуют, как предложили чикагские социологи считать, такое лоскутное одеяло. И вот этот город Чикаго состоит из множества маленьких мирков, каждый из которых имеет свою собственную культуру, свой собственный образ жизни. И вся эта система находится в равновесии. Как только появляется какой-то новый приток мигрантов, система начинает какую-то перезагрузку. Одни виды выталкивают другие, происходят какие-то внутренние процессы, и, наконец, эта система снова уравновешивается. Они решили закартировать все сообщества, которые только смогли найти в Чикаго в 20-е годы. Их оказалось целых 77 штук. И до сих пор это актуальное деление города, которое используется сегодня. Ну, кроме таких карт, они также любили заниматься статистикой демографии и смотрели, как связано естественное движение населения города с какими-то факторами среды проживания людей. И вот рисовали такие замечательные демографические пирамиды или груши, или, может быть, еще на что-то это похоже. В общем, например, они также создавали прототип современных дубльгиз-карт. То есть сегодня мы можем узнать, где в Чикаго в 20-е годы можно было запастись сигарами, или сходить в ресторан, или купить что-нибудь в аптеке. И вот эта карта, например, на ней красными точками обозначены банды этого города. Вы все прекрасно знаете, что Чикаго — это очень криминогенный город в начале 20-го века. Вот здесь порядка 1300 точек, то есть 1300 банд орудовали на территории города. И вот эти вот гангстеры почему-то в одних районах города концентрировались, а в других нет. Чикагские социологи пытались найти объяснение этому феномену, почему в трущобах так много преступности, так много гангстеров, а на периферии города, где живут всякие модники, там ничего такого не происходит. Одно из объяснений, которое они предполагали, было таким. Когда мы рассматриваем трущобу, мы видим, как люди разных культур живут в одном пространстве, они очень плохо общаются, у них нет никакого единого общего крепкого сообщества. И, соответственно, в этом пространстве отсутствуют нормы. То есть люди не понимают, как себя вести, что можно, а что нельзя. Если какие-то подростки начинают расти в этом месте, в этой среде, ни семья, ни сообщество не могут обеспечить их пониманием того, каков здесь социальный контроль. И поэтому они объединяются в шайке и в дальнейшем превращаются в такие банды. Вот это моя любимая карта. На ней представлены распространенность маниакально-депрессивных расстройств в Чикаго. Ну и здесь хорошо видно, что в центральных районах и на периферии, где живут модники, там, в общем, нормально все с этими расстройствами. Их нет. Но в гетто, там, в разных страшных районах почему-то тоже эти заболевания распространены. И идея как раз и интерес здесь в том, что то, что, казалось бы, должно встречаться, ну, почему вообще болезнь зависит от социальных условий проживания людей. Это интересный вопрос. Если все эти схемы обобщить, что сделал Эрнс Бёрджис, мы получим такую концентрическую схему строения города. В центре, вот здесь линией обозначена береговая линия озера. В центре находится деловой центр, где никто не живет, а прямо за ним зона, в которой на небольшом участке земли соединились и трущобы, и чайна-таун, и какая-то богема, и гетто, и то, что называлось маленькой Сицилией, или как это еще называли, маленький ад по понятным причинам. Чем дальше от центра, тем более престижные кварталы, тем больше модников живет в этих местах. И что нам может показаться сегодня довольно смешным, Бёрджис считал, что это универсальная модель города, и что любой город выглядит примерно так. Но, к сожалению, ничего не знал ни о городах глобального юга, ни о социалистических городах или постсоветских, которые направляются со всем иной логикой. Итак, изначально экология в городских исследованиях — это метафора, с помощью которой социологи исследовали сообщества в городах. И они показали, что среда, в которой люди живут, обуславливает определенные модели поведения, которые мы можем наблюдать. Город направляется двумя типами сил. Одна сила биотическая, какая-то природная сила, которая обеспечивает рост города, а другая сила культурная. И обе они исследовали и рассматривали, как они соединяются. Но никакого внимания природе в этих исследованиях не было совсем. Но впоследствии это изменилось. И то, что мы сейчас называем городской экологией в социальных исследованиях, выглядит немножко иначе. Но мы сейчас начнем сначала с того, что посмотрим, что вообще такое городская природа. Во-первых, мне кажется, что в этом понятии заключено какое-то противоречие. Как это может быть городская природа? Потому что исторически складывалось так, что город противопоставлял себя природе. То есть город говорил, особенно это было видно в эпоху модерна, он говорил, что город — это не деревня, а общество — это не природа. И те науки, которые сложились в этот период, они точно так же разграничивали объект своего изучения. Естественные науки изучали природу, а социальные должны были объяснять разные социальные феномены через другие социальные феномены. То есть, скажем, предпочтение в одежде объяснять через классовую принадлежность, а никак не через врожденную любовь к галстукам и бабочкам. Но, соответственно, социологи должны были чем заниматься? Исследовать людей, наблюдать из-за кустов, чем там люди занимаются, или даже выходить с анкетами, может быть, не с такими, как мы с вами заполняли в детстве. Но как социология — это, конечно, не только опросы, так и исследование природы — это, в общем, не заглядывание в саму природу, а скорее рассмотрение того, как природа участвует в различных человеческих взаимодействиях. И я тоже решила провести маленькое исследование для сегодняшнего выступления. Оно не претендует ни на какую объективность, и, в общем, скорее сделано для того, чтобы показать вам, какие странные методы можно использовать для исследования того, а что вообще люди считают природой. Я заглянула в Инстаграм и посмотрела, какие фотографии люди оставляют под хэштегом «Природа в городе», «Природа» и всякие такие другие вещи. И прямо как настоящий представитель Чикагской школы я решила это закортировать. Нанесла на карту Центра Петербурга эти точки, точки, в которых люди фотографировали то, что потом пометили хэштегом «Природа». Первое, что бросается в глаза, а где, собственно, в зеленых зонах природа? Вот почему-то ее нет. Если на берегу Невы еще примерно понятно, что там может быть природная, но, в конце концов, река, вода, то вот где природа на Невском проспекте, это некоторая загадка для меня. Тогда я решила, что надо посмотреть на сами фотографии, увидеть, какой же там контент. И я выделила примерно четыре сюжета того, что люди могут называть природой и как она появляется на этих фотографиях. Например, первый вид фотографии — это ситуация, в которой какой-то истинно природный объект как-то играет с каким-то истинно городским объектом, как здесь вот эта бетонная коробка и настоящий такой прудик. Другая история — это про то, что у природы есть своя логика, даже если она находится в городе. Мы видим в урбанизированной среде цветущий внезапно какой-то цветочек, дерево, которое прорывается сквозь балкон, и удивляемся этому, как это в городе может быть природа. Следующий сюжет — это очень просто искусственное притаскивание природы в город и вот такая вот демонстрация в условном зоопарке. И, наконец, последний сюжет. Здесь вряд ли автор фотографии имел в виду, что кусочки мяса на шампуре — это и есть природа, а скорее природа — это какой-то тип практики, то есть это какое-то действие. Отдыхать в парке авиаторов — это значит природа. Но что интересно мне показалось, если мы возьмем один и тот же объект и посмотрим на него в двух разных ситуациях, мы не всегда сможем подставить к нему правильный хэштег — природа или город. Вот, например, кусок гранита, который находится в скале, это, в общем, очевидно природа. Я ставлю свой хэштег, не знаю, как вы. А если это кусок гранита в виде набережной Невы, то я вот уже, например, сомневаюсь, стоит ли там ставить такой хэштег. Итак, получается, что до того, как мы начали проводить исследования, сложно понять, что вообще природа, а что нет. В том числе, если мы смотрим на то, как ученые работают с определенными объектами, как с природой, это тоже интересный вопрос. Почему этот объект они называют природным, а другой нет? И если мы можем видеть, что в разных обстоятельствах мы можем что-то называть природой, а что-то не называть, все зависит от того, в какой сети отношений оказался этот объект. Ну, двинемся дальше и посмотрим на то, как взаимодействуют природа и город. Я выделила несколько таких стратегий. Первая из них — это приспособление природы, поддон, приспособление города к условиям природы, когда мы строим крепость и ориентируемся на то, где эта крепость построена, и как окружающая природа будет помогать нам эту крепость оборонять. Другая история, распространенная в России до XVIII века, но, впрочем, и во многих других местах тоже, это, что называется, природа, которой нет в городе. Потому что, вовсе не потому, что в городе нет деревьев, наоборот, в городе есть и деревья, и огороды, и ходят животные, и бог знает, что в этом городе. Просто это все не проблематизируется как какая-то особенная зона внутри другой зоны, что-то внутри городского контекста. Все это, эта концепция сменилась, когда Петр I съездил в... куда он съездил? В Европу, да? И привез из Голландии идею регулярного сада. Это была потрясающая новинка. Он сразу построил здесь, в Петербурге, летний сад. Идея регулярного сада заключается в том, что это укращенная природа. Она противопоставляется какой-то другой дикой природе, которая находится за пределами города. И природа становится объектом красивым, объектом бьютификации. При этом, да, и равно как на этой картинке, там вот не видно, там сверху Ленин стоит, и написано «Питерская правда», но вот как на этой картинке сплелись все эти элементы в любви к Петербургу или Ленинграду, так эта концепция была распространена до окончания советского периода. В принципе, даже сейчас в практиках благоустройства города мы можем ее наблюдать. Природа в этой концепции получила также моральную рамку. То есть у нас появилась какая-то хорошая природа и плохая природа. И если хорошая природа — это то, что нужно охранять и любить, как деревья и кустарники в парке заряди, прямо вот надо так охранять от всяких вандалов, то вряд ли кто-то представит охрану вот к такой природе. Хотя, может быть, она куда более естественна в городах, чем вот эти искусственные растения, которые притащили в центр Москвы. Наконец, еще одна концепция — это взаимодействие города и природы на равных. Англичанин Говард в начале 20 века придумал такую штуку — город-сад. Он решил придумать, как спасти индустриальный город от его болезни, от неравенства, от разных индустриальных проблем, эпидемий. Нужно просто ограничить рост города, решил он. Нужно выращивать города до 50 тысяч человек, а потом строить новые. И так мы сможем обеспечить сплоченность сообществ, утопающие в деревьях дома и всякие разные другие приятные и комфортные штуки. Но, как и любая утопическая концепция, она оказалась не очень рабочей. Хотя на территории современной России даже существует один город, в котором частично эта концепция была реализована. Это Калининград, бывший Кёнигсберг. Но город пошел еще дальше. И как нам показывает Андрей Лефевер, известный философ и исследователь городов, город научился урбанизировать природу. И этот процесс неизбежен. У нас уже не существует ни урбанизированной природы. Сейчас я попробую объяснить. Урбанизированная в данном случае означает подчиняющийся логике города, живущий по этой логике. По какой конкретно? Конечно, по логике капитализма и глобальности. Вот, например, этот пик Матрехорн в Швейцарии кажется нам совершенно природным местом. Но как только мы посмотрим глубже, увидим, что это туристическое место, где существуют различные инфраструктуры, куда можно добраться на автобусе по хорошей дороге, где можно поселиться в гостинице, выпить в баре, воспользоваться электричеством и водопроводом, мы начинаем задумываться. А может быть, это пространство тоже живет по логике города? Может быть, оно тоже урбанизировано? Несмотря на то, что оно природное. Так и дно Балтийского моря, ой, пардон, само Балтийское море, урбанизированное пространство, не потому что на его дне находится город Бикини-ботом или какой-нибудь другой, где живет Спанч Боб или кто-нибудь еще, а потому что это море включено в глобальные процессы перемещения капитала. Через это пространство перевозят грузы, перевозят людей, финансовые потоки, все это включено и таким образом урбанизировано. Однако вот этот подход такой к изучению природы как к чему-то сконструированному человеку, к чему-то, что находится под полным контролем человека или города, на самом деле оказался тоже под определенной критикой. И там, где нам кажется, что все под контролем, на самом деле это не так. И, соответственно, если у природы есть какая-то своя логика, почему бы нам не начать ее учитывать в социологическом объяснении? Так, например, есть известный пример. В Джакарте в 90-е годы очень интенсивно развивалась экономика, это был очень перспективный регион, но так сложилось, что в 98-м году случился азиатский кризис. И вот эти огромные небоскребы оказались недостроенными, а на улицах оказались люди без работы. Но все пошло очень плохо, потому что добавились природные процессы, случилась непогода, и в растрескавшемся бетоне этих небоскребов возникли организмы, потом разные насекомые перенесли их, распространилась эпидемия, что еще сильнее усугубило экономический кризис. В результате мы можем увидеть, как слились экономические и природные процессы, и один из ужасных эффектов, которые они породили, это социальное неравенство. Так же, как и, например, строительство Центрального парка в Нью-Йорке, которое казалось потрясающе замечательной вещью, попыткой впустить природу в этот ужасный каменный город. Но, как вы можете представить, эта территория просто не могла быть пустой до того, как там построили парк в начале 20 века. Конечно, там жили люди, и эти люди были очень низкого социального статуса, поэтому их можно было просто выкинуть из города, и никто ничего не заметил. И получается, что вот это благо, это мобилизованная природа, которая призвана была создавать комфортную жизнь для горожан, на самом деле оказалось, что она создает комфортную жизнь для горожан особой категории, для городской элиты, которая живет в этих прекрасных домах. Итак, все эти примеры помогают нам понять, что такое новое направление в исследованиях города, которое называется городская политическая экология. Это история о том, как мы должны рассматривать наравне экономические, политические, культурные, и в том числе природные процессы в их переплетении и смотреть, какие эффекты в отношении города эти процессы производят. И всегда-всегда наблюдать, а в чьих же интересах происходят те или иные экологические проекты. И если у нас есть прекрасные европейские города, в которых очень комфортно жить, но из которых электронный мусор уезжает куда-то, то мы должны посмотреть, куда он едет, и как живут люди там. И не создает ли это неравенство? Конечно, очевидно, создает. И где находятся эти грязные предприятия, на которых производят детали, которые в дальнейшем используются для производства чистой энергии в европейских городах. О чем я хотела сегодня рассказать? Показать вам, как попало понятие экологии в исследовании города и как оно там трансформировалось. Изначально экология использовалась как метафора для исследования городских сообществ, но впоследствии социологи пришли к тому, что можно рассматривать природные процессы наравне с экономическими, культурными или какими-то еще, и смотреть, как, переплетаясь, они создают те или иные эффекты, в частности, эффекты социального неравенства. Если сегодня у меня получилось, может быть, в большей степени задать какие-то вопросы и поразмышлять, нежели дать конкретный ответ на вопрос, где заканчивается природа и начинается город, и что за всем этим стоит, но будет здорово, если по дороге домой вы сегодня увидите какое-нибудь привычное вам дерево во дворе и подумаете, что, может быть, это не просто дерево, а за ним есть какая-то история и что-то стоит. Спасибо большое. Буду ряда обсудить все, что я здесь наговорила сейчас в виде вопросов или позже, как вам удобно. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас поднятая рука, и к вам придет микрофон. Так, вижу руку. Поднимите, пожалуйста, выше. Кто хочет задать, да. Здравствуйте. Вы упомянули, что рассматриваются в том числе пределы роста городов, и вот какие взгляды среди социологов есть на то, с чем взаимодействован размер городов и на что влияет нам, ну, в простейшем случае, там хорошо-плохо, понятно. У нас микрофон, да, выключился. Так, сейчас. Понятно, что есть очень маленькие, очень большие, и вот какие взгляды, что хорошо, что плохо, на что влияет? Ну, вот немножко об этом. Да, спасибо большое за вопрос. Ну, не знаю, насколько это прозвучало попонятно в моем рассказе. Идея чикагских социологов заключалась в том, что город растет естественным образом. Но это не единственный, конечно, способ смотреть на рост города. Есть другое направление. Социология, которая вдохновлена различными направлениями марксизма, она говорит нам, что рост города связан с капиталистическим процессом. Это неестественный процесс. Соответственно, город растет в интересах определенных групп в городе, к которым этот рост интересен и нужен. Например, расширение нашего города и разрастание кварталов муравейников вокруг Петербурга, это тоже результат определенного переплетения экономических и политических сил, для которых такое строительство выгодно, для которых сейчас выгодно разрабатывать эти территории в текущих условиях. Социологи редко судят о чем-то, как о хорошем или плохом. Они скорее констатируют и говорят, мы видим, что такие-то процессы ведут вот к этому. Мы можем как-то что-то прогнозировать очень слабо, но вот в целом сказать, что рост города – это хорошо или плохо, вряд ли. Но все попытки создать какой-то альтернативный город, например, социалистический город, в котором не должно было быть неравенства, город равных, город, который и не должен расти, по идее, город, у которого запрограммирован размер заранее, не увенчались особым успехом, как вы понимаете. Если ответила. Спасибо. Спасибо. Вот у нас поднятая рука. И микрофон. Добрый вечер. Спасибо. Решил просто на самом деле проверить, действительно ли работает правило. Поднятая рука, микрофон приходит сам. Да, работает. Значит, а теперь по существу вопрос. Вот вы в своей презентации упоминали, что модель, которая была основана на истории города Чикаго, она не универсальна. В частности, она работает на примере постсоветских городов и городов, которые, соответственно, не укладываются в модель. А вот вы не могли бы уточнить, в чем характерна особенность развития постсоветских городов? Есть какие-то характеристики, факторы этого развития, которые определяют особенный их путь? Спасибо большое за вопрос. Постсоветский город – это интересная комбинация того, как советское планирование попало в новые экономические условия и политические, и начало какое-то движение в той же логике, в какой долгое время развивались города капиталистические. То есть мы можем видеть, например, некоторую стройность и такую специфическую советскую планировку, которая впоследствии начинает обрастать различными элементами, которые скорее связаны с капиталистическими историями. Вот, например, дома, в которых не запланировано на первых этажах никаких магазинов, но эти магазины появляются, потому что они там нужны, потому что спрос, предложение, рынок, да, все дела. Трудно представить вообще капиталистический город, в котором изначально городской дом, в котором живет какой-то человек, не предусматривал этаж нижний, на котором чем-то торгуют. Соответственно, когда мы видим вот эти социалистические формы, в которые встраиваются новые капиталистические формы, это может выглядеть нелепо, смешно и как-то довольно однообразно на всем постсоветском пространстве. Ну вот, например, такой пример. Другая особенность заключается, например, опять возвращаясь к примеру с новостройками вокруг города нашего, когда у нас специфическая система кредитования девелоперов и особые экономические условия сейчас приводит к тому, что людям выгодно строить очень высокие дома на пустотах, которые находятся за пределами города. И вот такие кольца муравейников, они характерны, например, сейчас для китайских городов, для городов в Колумбии. И вся Россия ими застроена. Это вот другой пример о крупных формах. Ну, на самом деле, это очень интересный вопрос, и он дискуссионный даже среди исследователей, безусловно, потому что некоторые полагают, что никакой разницы между капиталистическим городом и социалистическим не было. И это все как бы наша придумка. И если мы смотрим вглубь и смотрим, какие процессы производили те или иные физические формы в городах, на самом деле это одни и те же процессы. Но это очень сложный вопрос. Так, следующий вопрос. Поднятая рука, и микрофон к вам придет волшебным образом. Уже проверили. Да, вон, рука. Я хотел спросить, вот есть ли, если обобщить, какая-то разница между людьми, которые северными, северными и южанами, допустим. Северные, возможно, более хмурые какие-то, а южане обычно более позитивные такие. И исследуется ли это вообще? Интересно. Спасибо за вопрос. Суперсложный вопрос. Потому что, ну, вообще это что-то на грани истории о том, что у нас есть некоторые стереотипы о людях, да. И социологи обычно такими вопросами не очень занимаются. Особенно социологи города. То есть это что-то, не знаю. Я плохо представляю себе, как это можно даже исследовать. То есть есть ощущение, что, безусловно, люди разные, но при этом люди одинаковые с точки зрения того, как они действуют. И скорее мы можем искать какие-то похожие вещи у жителей разных городов, которые относятся к одному и тому же, к одной и той же социально-демографической группе, нежели среди южан или северян. Хотя, может быть, психологи бы со мной не согласились и сказали, что там у людей разный темперамент или еще что-то такое. Я, к сожалению, вряд ли здесь могу что-то сказать, потому что это относится скорее к сфере какой-то другой науки. Здравствуйте. Вы наверняка знаете Илью Варламова, слышали об его деятельности. И он очень категорично критикует, ну и по делу, все эти, как вы сказали, муравейники, которые строятся в том числе и на окраинах Петербурга. И он говорит, что в конце концов их придется сносить. Ну, это очевидно, что они превратятся в гетто, превратятся в никому не нужные здания. И как вы считаете, можно ли с ними сделать что-нибудь другое, не снести? Спасибо большое за вопрос. Конечно, не знаю, как я его спровоцировала примером, да, про новостройки. Это, естественно, связано с тем, о чем я перепишу свою диссертацию. Поэтому у меня есть ответ на этот вопрос. Все не так просто. Илья Варламов, конечно, очень умный человек, наверное, но у него свой специфический такой несколько резкий взгляд на вещи, отчасти поверхностный. Потому что для того и делают исследования, чтобы что-то понять глубоко и с интересом погрузиться, и понять, какие причины у каких-то явлений, которые мы наблюдаем. Так вот, согласно каким-то моим результатам, моих исследований, исследований моих коллег, например, муравейники на окраинах города, на севере, они, в общем, давайте так начнем. Обычно критика строится на том, что такие крупные здания, в них не могут организоваться сообщества. То есть то, что мы сегодня говорили о гетто, трущобах и разных других местах, это места, в которых нет социального контроля, потому что люди не общаются друг с другом, люди не понимают, что есть норма, а что не норма, и начинают действовать так, как будто бы им наплевать на все общее. Они действуют только в своих собственных интересах. И следовало бы действительно это предположить, исходя из того, что 29 этажей, 16 квартир на этаже и так далее. То есть люди просто друг друга не знают. Но интересным образом оказывается, что сообщество там есть, просто оно в какой-то интересной, необычной форме. Например, у новостроек часто бывают рабочие группы ВКонтакте, в которых может состоять от 10 до 20 тысяч человек, и где происходит постоянное общение, постоянное обсуждение общих проблем, и где, более того, происходят обмены вещами, в которых люди готовы одолжить друг другу дрель, одолжить друг другу, не знаю, какие-то там вещи личные, сделать уколы друг к другу, там, не знаю, выгулять собаку, забрать детей из детского сада и так далее. И получается, что люди каким-то образом организуются, знакомятся и умудряются инициировать даже какие-то общественные компании внутри этих новостроек. Можем ли мы себе представить какой-нибудь старый район с пятиэтажками где-нибудь на Ладожской, где соседи готовы поделиться друг с другом какими-то вещами или подкинуть друг друга до аэропорта? Это, конечно, вопрос тоже исследования, но у меня создается впечатление, что там люди, может быть, даже более независимые, атомизированные, незнакомые ни с кем, и сообщества там еще меньше. Поэтому что будет с этими новостройками, это вопрос, конечно, дико сложный, и прогнозировать что-нибудь я бы постеснялась, но во всяком случае, что все не так просто, нельзя сказать, что это однозначно места исключения, это какие-то гетто, и это полный кошмар и ужас. Я бы так однозначно не говорила. Спасибо. Давайте еще один вопрос. Вот у нас есть поднятая рука. Здравствуйте. А вот вы, есть какие-то национальные особенности в структуре городов? Вот там в США, понятно, даунтаун многоэтажный, трущевый, окраина богатая. А, допустим, во Франции, чем отличается в России? Спасибо большое. Но по поводу конкретных стран я, наверное, сказать не смогу, но могу сказать, что есть, например, тенденция в американских и европейских городах, в большей степени в американских, которой не было, например, никогда в советское время, в советских городах, которая намного более слабая в Европе, это выезд городской элиты на периферию города. Даже здесь, на схеме Бёртсуса, которую мы рассматривали, более престижные районы удалены от центра. С точки зрения Петербурга это кажется странным. У нас все стремятся поселиться в центре или в таком как бы почти центре, где-нибудь на Крестовском острове, где вроде бы и до центра недалеко, и зелень, и, в общем, полный комфорт. Но в США это было связано, во-первых, с тем, что жилье ветшало в центре города, падало в цене, и туда как раз въезжали различные мигранты, то есть все, что мы видели сегодня на схеме, там формировались трущобы, и городская элита стремилась оттуда выехать, и к тому же это все совпало с развитием автомобилизации. Соответственно, было очень удобно строить инфраструктуру и позволять людям строить дома за пределами города. В Европе эта тенденция более слабая, а в России, как я уже сказала, практически нет. Спасибо большое.